Всем привет! Сегодня смотрим с вами на Медоед. Это у нас бренд из ЮАР, да, из ЮХаннингсбурга. Это южноафриканский бренд, Хони Бейджер. И, в общем-то, Медоед здесь изображен как на клиночке, так и на рукояти, ну и указан на Хони Бейджер, и также на коробочке. В принципе, ну и там внутри на инструкциях, на всем таком прочем. Видно, что еще и тема меда немножко обыграна в рукояти, которая в виде сот используется. И, кстати говоря, это у нас на всех ножах данного бренда. Бренд южноафриканский, известен во всем мире, и для производства ножей используются стали, как правило, это 8х13МОВ или Д2. В данном случае у меня сталь Д2. Да, относительно простые, популярные стали, но, опять-таки, условно простые. Это у нас легированные хромо-либден-ванадевые стали. И, в принципе, они весьма качественные на самом деле. Причем у ножа, между прочим, отличный рез, заводская заточка просто на пятерку твердую, без каких-либо там минусов и так далее. Прям твердая-твердая, отлично. Но нож реально резучий. Тоненько сведен, всего лишь 0,3 по сведению, адекватный 3,5 по обуху и адекватный вес 109 грамм. На мой взгляд, очень даже адекватно, сбалансированный нож, учитывая его вполне, опять-таки, габариты. И рукояти. Да, у меня такая сине-голубой какой-то такой цвет, ну, в принципе, красивый. Лично мне кажется, что вполне себе интересный и что-то, по крайней мере, неприевшееся. Однако, если вам этот цвет не по душе, то цвета бывают разные. Ну, и, соответственно, чуть-чуть плюс-минус там несколько моделей. Есть разные клинки, разные модели. Но здесь у нас такой полноценный нож, прям полноценный. Если возьмем спайдерка Эндуро, то увидим, что у Эндуро длина клинка даже немножечко будет как бы поменьше. И длина рючей кромки, ну, смотрите, отличается где-то на сантиметр. То есть, прям достаточно крупный нож. А общие габариты, в принципе, совпадают. Но тут еще немножко диспропорция у Эндуро. Клинок коротковат, рукоять длинновато. Вот, у Нибейджера, у Нибейджера в данном случае все с этим хорошо. В руку ложится замечательно. Прям вот заполняет ладонь, ничего не мешается. Большое отверстие для темляка. Клипса с максимально глубокой посадкой, как мы видим. Вот прям максимально глубокой. И переставляется, если что, для левши на противоположную сторону. Винтики есть. И более того, я вам скажу, то есть, смотрите, вот я правша. Но левой рукой без проблем я могу нож как закрыть, так и сложить. А вот правой рукой, конечно же, мне еще более удобно. Могу его раскрыть средним пальцем за отверстие в клинке. Оно прям удобно вот здесь ложится. Пальц прям под него подходит для того, чтобы раскрыть. Ну и, соответственно, большим пальцем тоже могу легко раскрыть. Ну и, в общем-то, заплавник также. И, кстати говоря, инерционно тоже получится. Только нужно чуть-чуть места. Тоже нож прекрасно раскрывается. Ну и все хитрые способы раскрытия по типу спайдеровских вот таких тоже данному ножу подвластны. Вот. Ну и ко всему прочему, кстати, вот эти способы раскрывания. Плавник и отверстие в клинке я считаю самыми удобными. Которые, в общем-то, только есть. И всему этому легкому ходу способствуют подшипники в осевом узле, которые также применяются. Я сейчас аккуратненько, дано чуть-чуть сильнее. Стряска и клин четко по центру. Все ложится замечательно. Замок на начало пятоклинка. То есть, качество сборки не придраться. В этом смысле просто замечательно, великолепно. Я прям доволен. Молодцы в данном случае. Учитывая, что нож на самом деле недорогой. Ну, он даже больше, так сказал бы, бюджетный. Если мы так вот будем сравнивать с другими брендами. И опять-таки, что-то неприевшееся, что-то новенькое. И в плане бренда из Йоханнинсбурга, да. И в плане, ну, в принципе, каких-то таких дизайнерских решений. Это есть. Кстати, по поводу клипсы. Клипсы можно переставить вообще очень легко и непринужденно. Мало того, что здесь идет гарантийник. Да, гарантийник у меня от Омега Тула. Это 10-летняя гарантия. Получается странно, что, кстати, здесь печати нет. Омега Туловской. Ну, да ладно. Есть такая вот наклеечка. Но это, кстати, не самая удачная модель. Почему-то они ее на наклейку везде лепят. Но мне кажется, что у меня, например, нож намного более красивый. Вот, понятное дело, инструкция, все такое. Но самое интересное, для чего мы лезем в коробочку, это ключик. Причем ключик здесь у нас разные торксы. Один из них позволяет как раз аккурат переставить винты клипсы. А другой при необходимости подходит для того, чтобы подтянуть осевой винт. То есть, производитель вот таким образом позаботился о покупателе и положил сюда еще и ключик. На мой взгляд, ну, прям вообще замечательно, зачетно. В этом смысле комплектация то, что нужно. То есть, все необходимое есть. И коробочка приличная такая, на магнитике защелкивается. Флиппер Д2. Ну, это латч. Латч Блю. В общем-то, нужно понимать, что вот такая вот моделька. Вот. Ну, и понятно, что есть еще и не латч. То есть, есть модели поменьше, если вам необходимо. Да и, в принципе, модели есть разные. Вообще, ножи Honey Badger задуманы в 2014 году генеральным директором и главным конструктором Марком Эйджером. С более чем 30-летним опытом работы на рынке охоты и активного отдыха. Он определил необходимость поставки ножей на рынок ЮАР прежде всего. Это должны быть достаточно высококачественные линейки EDC ножей. Вот. И, в общем-то, он провел исследование на протяжении 18 месяцев. Анализ рынка. И вышел после этого с такими моделями, как Клоу, Хук, Флиппер. Вот. Они были представлены на выставке HuntExp в Йоханненсбурге. И в настоящее время ножи уже разошлись не только в ЮАР, скажем, популярность свою набрали, но также и, в принципе, продаются в разных странах мира. Вот. Сталь, соответственно, закаленная, жаропрочная. Вот. Ну, D2 мы знаем, что это у нас весьма такая сталь, которая и коррозионная стойкость у нее. Ну, присутствует такая полунержавейка. Небольшой уход за ней необходим. Но все-таки по стойкости режущей кромки все у нее в порядке. Ну, и рез. Мне понравился. Реально классный рез. Вроде бы классические формы, но выглядит все очень даже достойно. Мне нравится, когда заводская заточка действительно очень хорошая. И сведение тоненькое. И, в принципе, по обуху они не стали борщить, да, то есть сделали адекватные 3,5 для такой ширины клинка. И не знаю, как вам по видео, но вот вживую, по сравнению с той же самой эндурой, он смотрится таким прям, ну, даже я бы сказал, что крепким таким ножичком, довольно мускулистым. Мне понравилось вот сочетание и вот баланс, баланс характеристик. И опять-таки, при балансе цены мне вполне понравилось. Вот. По рукояти. Рукоять это у нас высокопрочный нейлон, армированный стекловолокном, устойчив к скольжению. То есть, в принципе, я бы сказал, что, да, похоже с виду это все на пластик, но это, скажем так, очень-очень прочный нейлон. Опять-таки, стекловолокном армирован. Ничего с ним, я думаю, что не будет. И, в общем-то, в руке не скользит. Вот. Что еще можно отметить? Что гарантия 10-летняя. Это большой плюс для покупки в России. И, опять-таки, все-таки, как ни крути, некоторые бренды там поуходили, еще что-то как-то. Но Omega Tool является таким вот представителем крупным в России, который, в общем-то, дистрибьютором данного бренда. И они есть, они оказывают всю эту поддержку, продажу и так далее. Поэтому, в принципе, взять у них нож, еще и гарантию получить, достаточно приятный такой бонус. Так что, я думаю, что в записании к видеоролику есть ссылка на официальный дистрибьютор в России. Если что, перейдете, посмотрите. Вот. Ну, качество сборки, вот, ну, прям замечательное. Клин, да, замок, механика. Вот в плане хода клиночка. То есть, под собственным весом хорошо летает, раскрывается. То есть, тактильно это приятный нож, по своим ощущениям. И это что-то неприевшееся, что-то такое новенькое, что-то свеженькое. Лично мне, в принципе, этот бренд, ну, понравился. Потому что за эти деньги тяжело купить что-то прям сильно такое выдающееся. Но здесь есть своя какая-то изюминка, есть какие-то такие свои, ну, преимущества, да. И прежде всего мне нравится, наверное, то, что это что-то необычное. Это что-то вот такое неприевшееся. Потому что, ну, возьмешь, я ничего не против имею, там, каким-нибудь, там, Ганза и, там, Си-Джербишкам и так далее. Во-первых, они, как правило, будут стоить подороже. Во-вторых, ну, их реально носит каждый второй. То есть, вот так вот берешь, ну, у каждого второго, там, у меня, там, допустим, коллеги, ну, у многих есть, допустим, там. Или вообще, там, на какое-то ноунейм барахло, ну, на них не смотрим. Но, там, допустим, берут, там, себе Ганза и так далее. А здесь что-то новенькое, что-то новенькое. И если мы берем себе такой вот честный рабочий нож, которым можно много чего выполнять, и при этом, ну, все-таки не быть как Си. То есть, в данном случае мне понравилось. Ну, и, опять-таки, разные расцветки рукоятя. Пожалуйста, можно выбрать, кому что по душе. Ладно, большое спасибо всем, кто поддерживает своими лайками. Вот такой вот нож. Я почти все ножи в линейке Хунибейджера брал себе на обзор. Ну, там, да, некоторые версии были крупные, некоторые поменьше. Но, реально, вот так я на них смотрю. Очень честные, адекватные ножи, которые вполне можно брать. Всем огромной удачи, всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok